Спортсменки сейчас будут бороться за золотую медаль. И вот, наконец-то, спортсменки появляются на дорожке. Фёдор Веселовский, арбитр встречи, приглашает. Так вот, приветствие и поединок. Понесётся к своему золотому финишу. Для кого-то золотому, для кого-то серебряному. Первыми на дорожке выйдут Полина Андреева и Светлана Решетникова. Пока Москва едина, она непобедима. Вот такой, видите, девиз у второй сборной Москвы. Вы знаете, хотя формально вторая сборная Москвы, видите, вторая команда, но состав у неё очень сильный. И все спортсменки входят в число 12 лучших. Потому что, посмотрите, это Светлана Халитова стала шестой во всероссийском рейтинге. Полина Андреева седьмой. Александра Володина одиннадцатой. И Екатерина Семёнова, запасная, двенадцатой. Вот так вот. Вот это Полина Андреева. В составе сборной команды Московской области Виктория Шичкина. Только она сумела вклиниться в такие московские дружные ряды и отобраться на первенство Европы. Она заняла четвёртое место в рейтинге. Светлана Решетникова высокое восьмое место занимает. Ну, Регина Сколышева пятнадцатая во всероссийском рейтинге. Ну и Арина Баранова двадцать пятая. То есть, видите, разброс несколько побольше. Ну, вот Полина Андреева. Вторая сборная Москвы. Полина Андреева седьмой, как я сказал, место в рейтинге заняла. И, хотя не была в призёрах, но очень часто четырежды была в восьмёрке сильнейших. Причём не только на кадетских соревнованиях в России. Таких, как международный турнир памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Шарикова. Она была в восьмёрке на традиционном новоогонном турнире памяти Исаака Брена. Но она была в восьмёрке сильнейших и на этапе европейского кадетского цикла в Гренобле, во Франции. А также на первенстве России среди юниоров. То есть, один шаг ей остался до медали. Что интересно, бронзовыми призёрами юниорского первенства стали две другие спортсменки-кадетки. Это Анастасия Солдатова и Манана Саумова. Причём это не в личном первенстве, а в командном первенстве. Анастасия Солдатова и Манана Саумова завоевали в составе первой сборной Москвы. Золотые медали чемпионок России среди юниорок. Казалось, что и здесь уже Москва будет явным фаворитом. Но нет. Первая сборная Москвы, конечно, я имею в виду. Но нет. Но, тем не менее, вторая команда Москвы вполне может первую сборную на верхней ступени пьедестала почву-то заменить. Ну, вот поединок начинается. Светлана Решетникова тоже спортсменка выступала в этом сезоне неплохо. Она была третьей на международном турнире Анечка в дворец. Второй на турнире памяти Сергея Шарикова. Третий на новогоднем турнире памяти Исаака Брена. Вчера она очень удачно шла. Вначале потом выиграла, например, со счетом 9-8 у одного из лидеров всероссийского рейтинга Мананы Саумовой. Но затем уступила и в итоге осталось только 15-й. Но зато здесь она уже точно завоевает медаль. Вопрос в том, какую, золотую или серебряную. Ну, вот поединок начался с такой разведки. И сейчас чувствуется, что спортсменки доразведываются, что их уберут на заранее подготовленные позиции. И выйдут другие фехтовальщицы. Ну, нет, арбитр, видите, дает им пофехтовать. Хотя вот Рафаэль Дубов в похожей ситуации в финале юношей отправил их на скамейку запасных. Ну, здесь почему-то нет. Минута 20 секунд. Счет 0-0. Ну, ладно, это дело арбитра. Так, ну, вот похоже на то, что арбитр все-таки, да, решил. Раз не хотите фехтовать девицы-красавицы, идите отдыхать. А на дорожку получается Виктория Шичкина и Александра Володина. Виктория Шичкина 2000-го года рождения. То есть она будет еще выступать в кадетской группе как минимум год. Но, тем не менее, уже отобралась в сборную страны. Четвертое место она получила в рейтинге. Точнее, завоевала. Она очень здорово стартовала в этом сезоне. Выиграла международный турнир Анечка в дворец. Потом победила на всероссийских соревнованиях памятник Порфирьева. Правда, это было в возрастной группе спортсменов 2002-го года рождения. Но затем и в более старшей возрастной группе 98-99-го годов заняла восьмое место. Была третьей на первенстве России... А, нет, простите, это я вам почему-то говорю прошлый год. В этом году она была второй на турнире памяти Порфирьева. Потом была в восьмерке на всероссийских соревнованиях в Самаре. Третий на осеннем всероссийском турнире юность Москвы. Второй на этапе европейского кадетского цикла в Гренобле. Еще в восьмерке на турнире памяти Шарикова. Ох! Пока я вот все это перечислял, Александра Володина нанесла укол и повела 1-0. И, кстати, спортсменки между собой в этом году встречались трижды. На турнире сильнейших звездок Балтики в Выборге в Пульке они встретились. 5-4 выиграла Шичкина Виктория. Затем в 15-10 Александра Володина выиграла на турнире юность Москвы. Но на турнире памяти Сергея Александровича Шарикова 15-7 снова Виктория Шичкина добилась победы. Поэтому у них такое соперничество, где каждая из спортсменок испытала радость победы. Но сейчас 2-1 Александра Володина впереди. И чем не повод для того, чтобы ее представить. Она занимает 11 место в всероссийском рейтинге. Наивысший успех в этом сезоне второе место на турнире юность Москвы. Но вот сейчас она наносит еще один укол. 3-1. И как видите, тоже без медали Александра уже не останется. Так, так, так. Я хочу, наверное, посмотреть, что творится у нас тем временем в поединке. И за третье место там более активно идут дела. И Самарская область выигрывает пока у сборной Татарстана со счетом 11-9. Но у нас сократил разрыв в счете Виктория Шичкина. 3-2. Это восьмой комплект наград, который будет разыгран. И 3-3. Посмотрите, Виктория Шичкина снова в атаке и снова в успешной. 3-3. Восьмой комплект наград, который разыгрывается здесь уже на первенстве страны. Напомним, что в соревнованиях раперистов у юношей превосходство было на стороне Самарских. Спортсменов в личном первенстве выиграл Кирилл Бородачев. И сборная, ведомая им сборная Самарской области, победила и в командном турнире. А у девушек петербурженки блеснули. С золотом. Соревнования девушек Александра Сундучкова получила золото в личном первенстве. И, как ведомая ей команда, также в командном первенстве победила. Очень был интересный финал со сборной Татарстана. Петербурженки вели почти весь бой. Но в последнем бою товарищи Татарстана вышли вперед, было. Но все же Александра Сундучкова сумела вырвать победу, принести победу своей команде. И сборная Санкт-Петербурга выиграла. Ну, вот здесь у нас пока 5-4. Второй поединок идет до 10-го укола, напомню. Ну, вот 6-4. После рапиры, собственно, пришло время шпаги. В личном первенстве лучшими стали москвичи. Даниил Беленинов и Анастасия Солдатова. Ну, а вот в командном турнире седьмой комплект наград. Совсем недавно выиграла первая сборная Московской области в соревновании юношей. Я с удовольствием назову имена победителей. Это Роман Федоров, Игорь Коровин, Вячеслав Пахнюк и Дмитрий Сердюк. И, кстати, наверное, сборная Московской области должна высказать огромный респект своему формально третьему номеру Роману Федорову, который выиграл все три встречи. 5-3 в первом круге. Потом выиграл 10-9 боя у Даниила Беленинова во втором круге. И 6-3 в седьмой поединок. После этого сборная Московской области вышла вперед. 35-33 и удержала преимущество до самого конца. Итак, Роман Федоров, Игорь Коровин, Вячеслав Пахнюк, Дмитрий Сердюк стали чемпионами. И вот это вот восьмой финал. И либо Москва получит третью золотую медаль, либо после восьми видов программы у четырех регионов Самары, Татарстана... Ой, простите, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области будет по два золота. Вот такая вот интересная ситуация. 9-7 завершился второй поединок. Завершился он в пользу Александра Володиной. И такой же счет и на табло у нас. 9-7, а на дорожку выходит Светлана Халитова, Регина Сколышева. Очередная пара спортсменок. Светлана Халитова шестая в всероссийском рейтинге. Я уж так представлю всех девушек по очереди. Ну и высший успех в этом сезоне, ну не считая, конечно, вот этого финала. Третье место на международном турнире памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Шарикова. Была в восьмерке на всероссийских соревнованиях в Самаре. Была в шестой на турнире памяти Исаака Брена. На этапе европейского кадетского цикла в Братиславе совсем недавно, 23 января, тоже была в восьмерке сильнейших. И здесь тоже дошла до четвертьфинала. И в итоге оказалась во всероссийском рейтинге шестой, что, наверное, ей очень обидно. Потому что я расскажу чуть-чуть вам положение о всероссийском рейтинге. Так и обоюдно. Пока вы смотрите за поединком Светланы Халитовой и Регины Сколышевой. Первые три места уверенно заняли Анастасия Солдатова, Манана Саумова и Айзанат Муртазаева. Ну, они фактически обеспечили себе места на первенстве мира. А вот четвертая спортсменка на первенстве мира Кадетском выступает, напомню, по три человека от страны. Четвертая же спортсменка поедет на первенство Европы среди юниоров, которое пройдет в городе Нови Сад в Сербии. И четвертое место заняла Виктория Шичкина, которая была в предыдущем обою на дорожке. Но у нее 99 очков. Всего одну очко проиграла ей Марина Кисаева, спортсменка из Республики Северной Осетии Аланья. У нее 98. И 96 было у Светланы Халитовой. И если бы вчера Светлана Халитова сумела бы выиграть еще один бой и войти в полуфинал, то именно она бы поехала в составе сборной России Кадетской на первенство Европы. Но вот, видите, так случилось, что ей не удалось добиться победы в этом очень важном поединке. Она встречалась, кстати, с Юлией Кадыровой из Татарстана и уступила ей 12-15. Еще одно противоборство Москве из Татарстана. А если бы выиграла, а это, конечно, ей было по силам, поскольку она в рейтинге находилась выше Юлии Кадыровой, да и сейчас находится, то Светлана Халитова попала бы в сборную команду страны. Ну вот сейчас она наносит укол. Нет. Нет. Оказывается, проблемы. С оружием 12-11 впереди. Пока сборная Москвы, вторая сборная Москвы. Ну, Регина Сколышева. Ее я еще не представил. Она 2000 года рождения. Представляет спортивный клуб «Вулкан». 15-й номер всероссийского рейтинга, но каких-то таких... Достаточно ровно прошла весь сезон. Но, к сожалению, там не было не только падений, но и взлетов таких больших тоже. В восьмерку сильнейших на крупных соревнованиях Регина не попадала. Ну вот здесь зато фехтует очень хорошо и сравнивает счет благодаря этому уколу. Со Светланой Халитовой встретились они пока только однажды. В Самаре это было на всероссийском турнире. Еще в октябре. И 5-4 тогда выиграла Светлана Халитова. 12-12. Третий бой до 15-го укола идет. Стоп. Атаки обоюдные. 13-13. Готовы? Начали. А в поединке за третье место Самарская сборная выигрывает. Выигрывает с таким неплохим преимуществом. 18-12 у команды Татарстана. Стоп. Накрона права. И вот команда Московской области выходит вперед. 14-13. Так. Что? Ну. Нанесла 14-й укол Регина Сколышева и предложила своей сопернице на этом ограничиться. Ну а Светлана Халитова согласилась. 7-4. Выиграла эту встречу Регина Сколышева. 14-13. И Александра Володина и Светлана Решетникова. Следующий поединок от Александра Володина на ваших экранах. Пока спортсменки готовятся продолжить борьбу, я хочу напомнить о том, о чем мы в принципе говорили уже во всех трансляциях. Но повторение мать учения, как известно. И в данный момент я заменю ее. Расскажу вам о новом интернет-проекте Федерации фехтования России, который так и называется «Расскажи о фехтовании». Мы предлагаем вам снимать различные сюжеты об этом в виде спорта, тренировках и соревнованиях, о чем угодно. Присылайте их к нам. Ну и итоги этого проекта будут подведены в прямом эфире во время чемпионата России 2016 года, который пройдет во второй половине апреля в Омске. Точнее в середине апреля, так скажем, в Омске. Ну все правила вы можете прочитать на официальном сайте Федерации фехтования России, русфенсинг.ру. Смотрите, читайте, снимайте, присылайте, побеждайте. Вот сколько глаголов подряд я сказал. А тем временем фразу «Побеждайте» восприняла на себя сборная Московской области, а конкретно Светлана Решетникова. Она нанесла уже второй укол к ряду и за 50 секунд довела преимущество сборной Московской области до трех уколов. 16-13 и вот сейчас обоюдные уколы попыталась Александра Володина перехватить инициативу, нанести укол. Но укол-то нанесла, но не только нанесла, но и получила. 17-14 сборная Московской области выигрывает. Поединки за звание чемпиона России и еще один укол Светланы Решетниковой. Ну вот теперь возникает вопрос, а что ж если так все неплохо у Светланы, зачем же первый поединок с Полиной Андреевой по нулям? Скатали. Впрочем, может быть какие-то взаимоотношения непростые у Светланы Решетниковой с Полиной Андреевой? Да нет, вот я смотрю, они встречались один раз на турнире памяти Шарикова и выиграла Решетникова 10-9. Ну ладно, это знают, наверное, спортсменки, может быть тренеры. А тем временем уже 19-14. 5-1 Решетникова выигрывает эту встречу. Ну Александра Володина... Нет! Как-то Александра такое ощущение было, что сама не знала, что делать. А Светлана прекрасно знала. 20-14 счет стал. 6-1 выиграла Светлана Решетникова. Ну и в битве за Москву появляется Полина Андреева. Ей будет противостоять Регина Сколошева. Спортсменка, которая как раз и вывела сборную Московской области вперед. Ну а Полина Андреева, напомню, в первом бою со Светланой Решетниковой по нулям отстояла. Так, ну что? Город готовы? Начали. Посмотрим. Стоп, около направо. Ну и вот, посмотрите, продолжает Регина Сколошева. Готовы? Начали. Своё победное шесть, если так можно сказать. 21-14 уже. Полуторное преимущество сборной Московской области. И в поединке за третье место. 20-15 счет в пользу Самарской области за встречу со сборной Татарстана. Ну вот и Полина Андреева наносит, кстати, первый свой укол в этом поединке. Регина Сколошева еще в следующем году будет выступать. В следующем году будет выступать в сравнении с кадетов. И Полина Андреева, кстати, тоже. Они 2000 года рождения. Стоп, около направо. Продолжает наращивать преимущество Регины Сколошева. Она с Полиной Андреевой встречалась однажды, причем не в нашей стране, а в Гренобле на этапе европейского кадетского цикла. И тогда со счетом 15-12 выиграла Андреева. Боя. Готовы? Начали. Продолжается. Продолжается встреча. Завтра у нас будет разыграно, кстати, как и сегодня, сразу две медали. 23-15. Боя. Готовы? Начали. Сразу две медали у нас будут разыграны завтра и обе в соревнованиях саблистов. Собственно, остались разыгранными только четыре комплекта наград в сабли. Завтра личное первенство. Начало финалов, хочу напомнить, в 18.00. И у юношей, и у девушек сразу будет шесть боев, четыре полуфинальных, два финала. Ну, а здесь 23-15. Последний шпажный комплект наград к нему на всех парах мчится сборная Московской области. Выигрываем в Москве. Как-то сегодня нету большого ажиотажа у нас в интернете, на телеканале Росфинсенки ТВ на Ютьюбе. То ли дело вчера было, когда болели за различные регионы наши гости. Но, наверное, сегодня только специалисты смотрят, а им не к лицу. Вот как, например, Георгию Буянову высказывать свои пристрастия. Правда? Ладно. Что? И пол налево. Ну, вот и Полина Андреева сократила немного разрыв в счете. Но, тем не менее, преимущество команды Московской области довольно большое. 24-17. Хочу сказать еще, что очень хороший здесь зал, просторный. Видите, сегодня за звание победителя первенства России начали бороться в общей сложности 62 команды. 32 команды юноши и 30 у девушек. И ничего, все разместились без каких-то нюансов. Организаторы справились, зал справился. И вот сейчас остались только две команды в соревнованиях девушек. У юношей, напомню, соревнования завершились победой сборной Московской области. Ну и здесь у нас, кстати, 24-19. Хотя вот Полина Андреева сократила разрыв в счете, но все равно сборная Московской области впереди. И сейчас так и не сумела Полина доколоть свою соперницу. Арбитр остановил встречу. Только после этого Полина сумела нанести укол. Но, естественно, что он не засчитан. Жалко, что Москва 2... Видимо, жалко, что Москва второе место заняли. Крутая команда была Беленинов, Гребенников, Андреяшкин, Белозеров. Да, но это было в прошлом году. В прошлом году на Кадетском первенстве. Сейчас вместе с Белениновым и Белозеровым были два брата Панина. Ну, 25-19. С таким счетом завершился этот бой. 5-5. Точнее, с отчетом 5-5 завершился бой Регины Сколышевой и Полины Андреевой. То есть 25-19 в пользу команды Московской области. И Светлана Халитова, Виктория Шичкина. Шестая пара. Спортсменок. Ну что, Москве надо что-то предпринимать. Спортсменки находятся рядом во всероссийском рейтинге. Примерно одинаковые результаты показали в этом году. Боим. Готовы? Начали. Ну, здесь пока нанесли обоюдные уколы. Ну, что касается взаимоотношений личных, так сказать, то... Они, надо же, вот я сейчас посмотрел, не встречались между собой. Вот так вот. Так что это их первая встреча на дорожке в официальном турнире. Хотя, повторюсь, в всероссийском рейтинге их разделило в итоге всего 3 очка. Виктория Шичкина, правда, четвертая. Светлана Халитова, шестая. И 27-й укол нанесла Виктория Шичкина. Вот сейчас поправят оружие. Вот замечательно тут паркет уложен. Но мне кажется, что девчонки и мальчишки, которые здесь соревнуются, а до этого юниоры, немножко подправили его внешний вид. Вот так вот, когда поправляли свое оружие. Ну, с другой стороны, что делать? Этот зал специально построен для фехтования. И именно здесь, как мне сказали, осенью состоится первый в нашей стране этап юниорского Кубка Мира. До этого у нас проводились неоднократно, конечно, вы знаете, этапы взрослого Кубка Мира. Проводились соревнования европейского детского цикла в Москве в рамках международного турнира МГФСО. А вот этапов юниорского Кубка Мира у нас еще не было. И вот осенью в Сочи здесь впервые пройдет этап юниорского Кубка Мира. Саблисты будут соревноваться. Здесь, правда, не шпажисты, а саблисты. Так что, наверное, совсем уж генеральная репетиция пройдет еще завтра. Завтра и послезавтра, когда саблисты разыграют 4 комплекта наград. Стоп! Уколы обоюдные. Вот обоюдные уколы медленно, но верно приближают шестой бой к своему завершению. И приближают со счетом 28-21 в пользу сборной Москвы. Так. Выдинки за третье место тоже. Самарская область продолжает с большим преимуществом выигрывать команду Татарстана. 23-15. Ну, собственно, вот, что происходит здесь у нас в Версо Спорт и Юг Спорт. Виктория Шичкина еще раз проводит успешную атаку 29-21. Я уже говорил, что на этих выходных наши фехотовальщики завоевали на различных международных турнирах сразу 12 медалей. И шпажисты выиграли две золотые. Все, две золотые было. Пять серебряных, пять бронзовых. Обе золотые завоевали шпажисты. Алексей Рассолов выиграл этап юниорского Кубка мира в Риге. А Дарья Филина этап юниорского Кубка мира в Бургасе, в Испании. Давайте запишем, что 30-21 счет стал. Виктория Шичкина выиграла 5-2. У Светланы Халитовой Регина Сколышева выходит на дорожку. И Александра Володина. Я подумал, после такой неудачи 1-6 Володиной может быть замена. Нет, Александра Володина по-прежнему выходит на дорожку. У нее есть шанс реабилитироваться. Серебряную медаль. Интересно, причем, что представители всех видов оружия принесли по 4 медали. Серебряную медаль у шпажистов завоевала Юлия Личагина на этапе европейского молодежного цифра для фехтовальщиков до 23 лет в Старсицию в Италии. И женская наша шпажная юниорская команда в Бургасе в командных соревнованиях заняла третье место. Ну, давайте я и других героев уикенда, наверное, перечислю. В соревнованиях раперистов, юниоров, наша юниорская команда ребят заняла третье место, простите, второе место на этапе Кубка мира во Франции в Оксан-Провансе. За нашу команду фехтовали Григорий Семенюк, Владислав Журавлев, Искандер Ахметов и Андрей Матвеев. А девушки выиграли три медали сразу в Загребе в Хорватии. Три медали получили в личном первенстве две. Серебро Адели Абдрахманова и бронзовую Маркиянова. И бронзовую медаль и в командном первенстве завоевали наши фехтовальщицы. Ну и, наконец, в турнире взрослых тоже четыре медали было завоевано в турнире саблистов на этапе Кубка мира. У мужчин в Афинах бронзовую награду выиграл Камиль Ибрагимов в личном первенстве. Простите, у мужчин в Италии в Падуе, а вот женщины соревновались в Афинах. И там в личном первенстве серебряную медаль вручили Софье Великой. Третье место заняла Екатерина Дниченко. И наша сборная тоже заняла второе место в командных соревнованиях в финале со сборной Украины. Упорнейший поединок завершился 45-44, но, к сожалению, не в нашу пользу. Пока я вот это рассказывал, счет уже стал 33-22 в пользу сборной Московской области. Регина Сколышева уверенно продолжает действовать. Ну, сейчас Александра Володина отквитала один укол. Но все равно преимущество в 10 уколов на стороне команды Московской области. Похоже, что сегодня... Да, еще один укол. Ну что, день Московской области в Сочи сегодня. Посмотрите, подмосковные фехтовальщики сегодня могут получить сразу 8 золотых медалей. Напомню, что не так давно, около часа назад, они выиграли соревнования юношей. И на верхнюю ступень пьедестала Почета вы, наверное, видели, поднялись Вячеслав Пахнюк, Игорь Коровин, Роман Федоров и Дмитрий Сердюк. Ну и вот сейчас девчата подмосковные тоже бьются за золотом. И выигрывают 34-25 в данный момент. 35-25. 5-4. Вот посмотрите, по уколчику, по уколчику, но команда Подмосковья преимущество свое наращивает. И 10 уколов за два боя. Светлана Решетникова сейчас со Светланой Халитовой. Должны быть на дорожке. Да, они. Не делает замен тренер команды Москвы. Бой готов. Михаил Борисович еще один. Вот он даже, кстати, что-то ушел в угол. Отошел от своей команды. Не знаю, может быть, очень нервничает. Может быть, потому что уже не видит резервов, как перевернуть ход боя в свою пользу. Ну а Светлана Решетникова еще на уколчик приближает сборную Мособласти к победе. 36-25. Интересно, кстати, а что было у нас год назад? Год назад сборная Московской области была третьей. И, кстати, Светлана Решетникова и Виктория Шичкина. И Арина Баранова, кстати. Три спортсменки были тогда в составе этой команды. Выиграли бронзовые медали. Вот только вместо Регины Сколышевой была Кристина Ясинская фехтовала. Ну, Кристина сейчас выступает у нас уже по юниорской возрастной группе. 36-26. Опять преимущество в 10 уколов. В поединке за третье место еще более 12 уколов преимущество команды Самарской области. 33-21. Она выигрывает у второй сборной Татарстана. Вы обязательно по окончании встречи увидите церемонию награждения. Победители и призеров. Вы готовы? Начали. Возможно, этот поединок закончится раньше, чем встреча за третье место. Давайте я вам назову составы команд, участвующих в поединке за бронзовые медали. Девчонки, я думаю, достойны того, чтобы их фамилии были произнесены в эфире. В составе команды Самарской области, которая сейчас уверенно выигрывает, фехтуют Елизавета Фрэнкли, Полина Попова, Алина Захарченко и Мария Райкова. В сборной Татарстана Наталья Туракалина, Анастасия Агзямова, Екатерина Семенова и Анастасия Хорошева. Или Хорошева. Не знаю. Хорошева, наверное. Кстати, Анастасия Агзямова вчера выиграла бронзовую медаль в личном турнире. Но сейчас, правда, не очень много у нее шансов повторить успех команд в соревнованиях, поскольку 34-22 счет в пользу сборной Самарской области. У нас, ну вот сейчас, несколько уколов подряд удалось нанести Светлану Халитовой. Сократила она разрыв в счете против своей тезки в поединке Светланы Решетниковой. Но все равно 29-37 преимущество команды Подмосковья достаточно великое. И сборная Московской области может себя пока что, по крайней мере, чувствовать довольно комфортно. Тем более, что здесь у нас остается всего лишь 50 секунд. И еще три минуты заключительного боя, где встретится Виктория Шичкина и Полина Андреева. Ну, чтобы как-то интрига оживилась, надо Светлане Халитовой отыграть хотя бы еще 2-3 укола. Вот один она отыгрывает, 30-37. Вот, Света Тащи, появился комментарий. А какая Света-то? Две Света на дорожке. Уважаемый или уважаемая Анья, будьте уж более конкретны. Ну вот, а с другой стороны, это беспроигрышный вариант. Света, Тащи и каждый раз можно сказать, что ты именно той Свете, которая в данный момент действует успешнее. Советовал тащить. 39-30 в поле сборной Московской области. Чуть было подсохратило Светлана Халитова до 7 уколов. В разрыв счете уменьшился, но... Ой, какой шпагат и... Да, по-моему, растянуло немножко Светлана Решетникова. Но, с другой стороны, это был последний укол в этой встрече. И дело свое она сделала. Даже, видите, ценой какого-то повреждения, растяжения, наверное. Сейчас узнаем, жива ли Света, но, по крайней мере, ходит. Вот арбитр помог ей спуститься с дорожки. Полина Андреева улыбается. Ну что ж, да, видим, Полина понимает, что отыграть в шпаге 9 уколов, ну, задача. Не знаю. Есть два, конечно, варианта. Фантастический. Это справится самой. Ну и реалистический, если прилетят марсиане и помогут. Что называется. Ага, Москва 2 тащи. Ох, раньше бы вам поддержать Москву 2. Раньше. А сейчас уже остается 3 минуты. 9 уколов. Боюсь, что поздно. К бронзе тащит сборная Самарской области. 38-29 ведет. Здесь, недалеко от нас, проходит этот поединок. Ну вот, Виктория Шичкина. Вновь восстанавливает разницу в счете в 10 уколов. Готовы? Боюсь предположить, что последний поединок станет формальностью. И интересует только арбитров, поскольку они должны будут зафиксировать счет на табло. Но, с другой стороны, почему бы не попробовать хотя бы проявить себя, обратить на себя внимание. Например, главного тренера сборной, который у нас здесь находится. Игорь Ишарович Мамедов. Готовы? Или первого вице-президента Федерации фехтования России, Станислав Алексеевич Позняков. Он тоже здесь. Пока больше шансов на это у спортсменок из Московской области. 42-31 они. Ну вот и Полина Андреева сокращает разрыв в счете. 42-32. Продолжается встреча. Совсем немного осталось. Давайте еще раз назову имена спортсменок. В составе второй сборной Москвы выступали, ну и скорее всего, на 99% будут награждены серебряными медалями Полина Андреева, которая сейчас на дорожке, Александра Володина, Светлана Халитова и Екатерина Семенова. Ну а к золоту прямо-таки летят фехтовальщицы первой сборной Московской области. Регина Сколышева, Виктория Шичкина, Светлана Решетникова. Их поддерживает Арина Баранова, которая в финале на дорожку не выходила. Но была, я думаю, полна сил. Вот так. 43-32. Синхронно мы с арбитром произнесли эти числа. 43-32. Сборная команда Московской области впереди. Стоп. Укол налево. Полина Андреева сокращает разрыв в счете. 43-33. Еще раз напомню, завтра в 18.00 в финале соревнований по сабле у юношей и у девушек. Не пропустите. Будет очень-очень и очень интересно. Ну а шпага завершается и после этого дня. Смотрите, действительно, по две золотых медали будет у сборных Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Самарской области. Вот таким образом в командной борьбе еще ничего совсем не ясно. Ну а здесь у нас сейчас надо уж оформить окончательно победу 45-м уколом. Расписаться, так сказать, с золотом в ведомости турнирной фехтовальщицей Московской области Виктории Шичкиной. Оправдать имя свое Виктория. Нет, пока Полина. Полина Андреева сокращает разрыв в счете. Виктория, это же победа. Готова? Означает. 44-34. Но вот Полина не дала своей сопернице. Так. А за поворот спиной Полина Андреева получила предупреждение. Не хотелось бы, чтобы поединок закончился красной карточкой, штрафным уколом. Ну, хотя здесь, я думаю, уже все равно. Так, 44-34. И вот, нет, было что. Нет. Раньше все-таки Виктория Шичкина нанесла победный укол. И завоевала в составе сборной команды Московской области золотую медаль. Серебро у второй команды Москвы. Ну, бронза. Скорее всего, будет у первой сборной Самарской области, которая сейчас выигрывается. Счетом 40-33 у команды Татарстана. По окончании поединка за третье место вы увидите церемонию награждения. Поединки, кстати, за третье место вы сможете увидеть на нашем телеканале. Телеканал Руссенский ТВ на Ютьюбе. Ну, а мы тем самым сегодня прощаемся с вами. Федерация фехтования России совместно с компанией ТСМ организовали эту трансляцию. Режиссер трансляции Даниил Гудков. Вел репортаж Алексей Попов. Всего доброго. До свидания. И еще раз напомню, до завтра. 18.00. Завтра финальное соревнование по сабле. И у юноши, и у девушек. Два комплекта наград. Суперинтересно. Приходите, смотрите, слушайте. Ну, а я прощаюсь с вами. До свидания. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...